приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о вещах которую строго-настрого запрещено хранить в своем кошельке иначе попросту там денег не будет что-то за такие вещи которые ведут к разрушению денежной энергии далее в этом видео итак давайте друзья поговорим о том что некоторые вещи в нашем кошельке могут отпугивать из него деньги дело в том что именно эти вещи могут нести разрушение вашу жизнь и очень нужно внимательно относиться к содержимому хранилища купюр и банковских карт что же нельзя хранить в кошельке ну во-первых давайте раз и навсегда уясним что ни в коем случае нельзя хранить фотографии родных и близких вам людей дело в том что деньги любят внимание поэтому именно они должны быть у вас на первом месте в вашем кошельке и обращаем ваше внимание что кошелек изначально был предназначен для того чтобы там хранились деньги они для того чтобы хранились фотографии ваших любимых и родных людей кроме того вы должны понимать что деньги которые вы кладете свой кошелек они также имеют определенную энергетику и эта энергетика к сожалению или к счастью не всегда доброжелательно по отношению к фотографиям а вы также знаете о том что фотографии несут и определенную энергетику и также они впитывают энергетику которая запечатлена на той или иной фотографии теперь себе представляете что происходит тот момент когда вы вы положили в кошелек определенную сумму денег и там оказался в кошельке кто-то из члена вашей семьи не всегда энергии будут сопоставимы может быть происходить дисбаланс который и будет приводить к определенным последствиям вашей жизни поэтому если вы хотите иметь фотографии хранить их с собой везде то для этого заведите фотоальбом маленький фотоальбом чеки продаются сейчас и храните там фотографии при этом ни одну не 2 а даже несколько сюда относятся и иконы даже потому что дело то что иконы это святое и не нужно их перемешивать с денежной энергетикой также своем кошельки ни в коем случае не нужно держать чеки от магазинов на за ваши покупки какие-то потому что когда вы держите рядом с купюрами и банковскими картами символы ваших расходов то таким образом деньги этого просто не терпят начинается опять же происходить конфликт между двумя энергиями и это приводит последствиям дело в том что чеки они несут информацию о расходах определенных и для чеков вот если вы хотите чеки квитанции есть другая практика которая наоборот будет вам привлекать для этого вам нужно сохранять чеки квитанции то есть тот документ который бы подтверждал что вы лично оплатили за ту или иную услугу или товар и тогда вы эти чеки в определенные дни в определенное время можете сжигать произнося определенные слова но это в другом видео далее что не нужно также держать в своем любимом и дорогом для вас кошельки это фантики это всевозможные визитки и билетики очень многие люди отправляясь командировки путешествия любят посещать другие города и достопримечательности но это нормально но билеты в театр билеты в кино где они побывали возможно музеях любят хранить именно в кошельке знаете что вот это все не нужны визитки фантики могут вызывать у вас умиление и приятные воспоминания но это не должно быть именно рядом быть деньгами поэтому избавляетесь от всего того лишнего что мешает денежной энергии развиваться вашей жизни или если вы любите хранить определенные квитанции определенные билеты чтобы побывали в том или ином месте заведите для этого органайзер зайдите в магазин канцтоваров и купите себе красивый органайзер где вы будете складывать все то что вам бы хотела чтобы она напоминала о том где вы были также обращаем ваше внимание что ваш кошелек никогда не будет терпеть пустоты кошелек его в материальном плане основные законы это закон это привлечение денег так вот а пустота это не самое лучшее содержимого вашего кошелька даже если у вас и мало денег жизни по разным причинам в кошельке должна всегда быть одна купюра по-другому никак помните об этом тоже еще нельзя иметь в своем кошельке друзья банковские карточки конечно же если мы рассматриваем кошелек и с теми вкладышами которые сегодня предполагает то это вроде как удобно потому что мы можем хранить абсолютно все карточки но обращаем ваше внимание этого не стоит делать по двум причинам первая причина дело в том что вы можете потерять кошелек у вас могут украсть кошелек и это для вас может обернуть обернуться большой головной болью потому что восстановление всех вот этих карточек дисконтный карт может занять длительное время и стать причиной временных трудностей с деньгами а вот во вторых еще очень важно энергетика карточек может вносить дисбаланс дисгармонию вашу жизнь особенно если в вашем кошельке хранятся зарплатные и кредитные карты задолженности на карте моцать причины оттока денежных средств потому что к сожалению или к счастью денежная энергетика она капризна она имеет определенную энергетику далее друзья фотографии пожалуйста еще раз повторимся фотографии ни в коем случае не держим в своем любимом кошельке что же еще нельзя держать в кошельке друзья ключи вы знаете потеря ключа вместе с кошельком может привести к большим неприятностям кроме того на ключи нередко наводят порчу или сглаз тем самым обрекая владельца на жизненные трудности в том числе и с финансами поэтому держать ключи в кошельке не стоит из-за того что денежная энергетика может просто вступить в конфликт и это будет для вас непоправимо также обращаем ваше внимание что вы должны проявлять к деньгам уважение до уважения и деньги в кошельке любят не только внимание к себе но и порядок скомканной бумажки перемешанные купюры разного номинала это к оттоку денег из ваших активов также всегда складывайте наличные правильно наличные нужно складывать одной стороной и сортировать их по достоинству от крупных купюр к мелким купюрам эти сотка рядом с десяткой это не очень хорошая идея к тому же при расчете купюры вы можете перепутать также никогда не гните банкноты купюры нельзя сгибать пополам скручивать в трубочку комкать не надо деньги нужно держать в ровном расправленном состоянии а небрежное неуважительное отношение купюрам только отпугнет их от вас помните об этом складывать купюры нужно и правильно помните о том что купюры нужно складывать лицевой стороной наружу а оборотные внутрь иначе деньги будут просто от вас убегать деньги вот этот вас просто уходить также друзья обращаем ваше внимание что очень важно как вы относитесь к своему кошельку ваш кошелек не должен быть потрепан и рваный грязный да вы будете сейчас удивлены но многие люди не уделяют этому внимания потому что нормально адекватный кошелек для того чтобы его купить он стоит денег и мы очень часто задаем себе вопросом а что лучше купить сегодня тортик вкусненький и с подружками посидеть или лучше купить кошелек конечно наш желудок любит управлять нами поэтому все-таки решитель для себя и купите для себя тот кошелек который вам будут приносить именно деньги вам будет приносить радость будет приносить удовольствие и знаете очень важно же вы не просто брали кошелек в руки рассчитывали за какие-то определенные товары или вы туда клали деньги очень важно что в этот момент вы получали удовольствие что вы держите вот такой вот кошелек поэтому пожалуйста очень важно чтобы вы всегда уделяли особое внимание и своему кошельку и деньгам также вы можете время от времени в кошелек класть именно выше высушенный кусочек вот маленький буквально черного хлеба потому что это будет привлекать к вам удачу до восточных странах бумажники носят кусочек корицы или немного бобов это на ваше усмотрение но если в вашей ситуации это действительно приносит вам денежную удачу обязательно используйте почему именно так иногда происходит потому что ваши вибрации вашего кошелька этих событий они находятся в балансе и постоянно друг с другом взаимодействует тогда в таком случае обязательно выполняйте вот именно это правило что же касательно цвета кошелька то цвет кошелька идеальным является черный коричневый красный желтый серый и золотистый а вот холодные оттенки зеленого и голубого ассоциируются с водой а значит деньги смогут легко утекать из вашего кошелька также обращаем ваше внимание что в кошельке нельзя хранить пин-коды от ваших банковских карт также пароли для входа в разные приложения социальные сети кстати очень важно в них вы не хранили там всевозможные пароли которые связаны с вашими деньгами также ни в коем случае и не держите как мы уже повторяемся но это очень важно ваши банковские карты вот друзья та информация которую мы хотели с вами поделиться в этом видео надеемся эти советы были для вас полезны и важны с вами как всегда был канал зато река для тебя подписывайтесь ставьте лайк друзей мы услышимся с вами уже в следующем видео